Уйти первое видео в новом году, дорогие друзья, мои уважаемые зрители. Всех рада приветствовать. Надеюсь, все хорошо встретили Новый год без каких-то нехороших происшествий. Все прошло удачно и красиво, и чтобы этот год, несмотря на то, что говорят, что это год кармы и что он будет тяжелый, не хочу повторять я это все, потому что у меня реально восьмерка всегда проходит тоже с разными такими неприятными моментами, но я не хочу на них акцентировать внимание, и все-таки буду надеяться и буду стараться, чтобы все было прекрасно. Так, я показываю свой бомбер, в котором будет идти речь на протяжении видео, и вот это у меня и приветствие, и здрасте, и до свидания, потому что мы с Элленой просто погуляли, красиво так погуляли себе, отдохнули, забыли даже, потеряли своем времени. Мужчины наши звонят, где мы есть, а мы уже забыли, что надо как бы-то и возвращаться домой. Так что вот такое приветствие и такое до свидания. Мы просто видели вчера, это и бомбер во многих, такого плана вот, во многих марках люкс. Вот, это на бархатной основе, такой бархат и паеточки, но я его покупала в падаве на складах. Вот, у меня еще новая с этикеткой, немножко на меня большеватый. Эллена, я говорю, Эллена, я говорю, я могу тебе такую вещь подогнать. Так что вот я и для нее демонстрирую, и вам демонстрирую. Угу, очень хорошая, доступная цена, и вы в тренде. Все, смотрим, наслаждаемся, и спасибо вам за то, что вы у меня есть. И привет, и па-па, тятя. Нравятся мне вот эти парашючистые клоуны. Короче, это Эллены подарки. Хромия, сумка хромия. И такие кроссовки, как на мне. Но мы потом вам покажем, мы зайдем еще где-то в парчик посидеть. В ресторане было много людей, неудобно как бы было показывать. Это место находится прямо на Сан-Марко. Надо потрогать животик, потереть так, на удачу, на денежный год, да, Эллена? Угу. Ну, пусть так все и будет. Вот такое себе придумали, да, венецианцы. Витрины Шанель. Проходим с Элленой в гетре в паеточке. Красивое сочетание. Вот так вот. Темно-зеленый или синий. Потом розовый, золотой. Красивое сочетание. На платье паееток. Супер. Вот нравятся мне эти сумочки от Дюмичон. Дюмичон. Нравятся. Смотри, какой мальчик красивый. Я только хотела сказать, что мальчик, который там стоит, тоже красивый. Очень красивый. Ну, туфельки для Золушки, да? Посмотри, какая красота. Красотенький. И вот эти туфельки для Золушки сделаем. Крустальные такие туфельки. Офигенно. И это красивое сочетание. Эти красивые, да? Тоже очень красиво. Да, Марко, Марко. Так потихоньку проплывают между гондолами. Сейчас январь, начало января. Января. Мне интересно, как в этом году вода уйдет. Потому что всегда в конце января вода уходит. Самые пустые каналы в конце января. Так, звоню Алексею. Набрала, но пока он не отвечал, сейчас наберем еще раз. Мы с Эленой направляемся в гостиницу на Линске. Мне там понравился бар. Алексею там останавливались туристы. И он делал рельс. Мне очень понравился этот дарчик. Мы хотим зайти сейчас. Да, но проходим мимо Дольча Габбана. Я не могла вам не снять. Этот полтрон тоже. Да, и вам не показывают. Снимаю полтрон, снимай. И лампадария мурановская. И потолок софита на итальянском. Мана Шервина. Я скала Монта Шервина, потому что в Падве на складах Монта Шервина. Знаешь, я просто перепутала. Не, ну вот этот голубой мне так. Ну, красивый, в принципе. Это же бархат. Ты видишь, что это бархат, да? Да. Но вот это бежевое и белое, это на это, конечно же. И вот эта сумка, вот так вот в коричневой коже мне отправилась. Она на две стороны. Она на офигительный пиджак. 1600 стоила эта сумка кожаная. Она выворачивается на две стороны. Или у меня в глазах. Нет, это пиджак такой. Ну, шикарный. Но я пока не зарабатываю на пиджак за 4000 евро. Дорогая, когда придем покупать? Когда я начну столько зарабатывать? Я ж не против, я ж так хочу. Я много чего здесь купила. Есть там вещи на его стриме. Вот это твоё белое. Да, ты что? Да, ты что, дорогая. Это твоё. Спасибо, что ты меня так любишь, да? Конечно, именно два белые костюма. Сценический такой образ. Ну, да, 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 по-доброму. Да, да, по-доброму. Да, да, по-доброму. Да, по-доброму. Да, по-доброму. Да, по-доброму. Да, конечно. Не знаю эту марку. Ты слышала, Эллена, Антонио Марас? И я нет. А цветы такие, как Джулия делает. Надо Джулия показать. Антонио Марас. Новинский. Мне просто заинтересовало, потому что фамилия польская. Сейчас мы уже не знаем. Здравствуйте. Как вы? Хорошо, спасибо. Не знаю, что клиент я сказал. Да, спасибо. Хорошо, спасибо. Хорошо, хорошо. Вы очень-то, конечно. Вы очень-то, везде. Вы очень-то, очень-то. Да, да, заинтересовало. Стоит ли я вам еще один взгляд? Стоит ли я вам еще один взгляд? Конечно, спасибо. Permесо делать видео? Да, можно? Спасибо. И это вверху? Да. Можно вверху? Спасибо. Ciao. Доброе утро. Это действительно красиво. Свежие розы стоят. Пожалуйста, эколакционы здесь сделать и в ресторанчике посидеть, поужинать. Работают они, в принципе, целый день. Ciao, grazie. Окей. Смотрите, какие шикарные здесь ковровые покрытия. Я иду, и так прогибаются ножки, мягонько так. Видно, что новые все, ухоженные. Гостиница достойна внимания, конечно. И цена здесь тоже не на каждый кошелек. Какой шикарный шкаф. И тут храницы на нем. Боже, на голове роги. Нижняя часть, сами видите, два змеиных хвоста, а там женское тело. Ох, как приятно пахнет. Пахнет чистотой. Все свежее новое. Вроде как венецианский стиль. Вроде как барокко. Вроде как старая вина. Ну, а дикаря... Ну, я все с этим думаю, что все очень чисто и хуже. Вот реально это Венеция. Какой я себе ее представляла. Да еще не была здесь. Вот тут пахнет роскошью, богатством. и таинственностью. Что-то у нас... Какая-то потайная дверь. И вот видите, везде вот такой цвет. Пардон. А мне с ней очень нравится. До конца. Ну, а как же? С ногами, ну, а как же? Ох, офигенно. Динамички такие. Оооо. Это прям при чемплее. Такое вообще. Удобное такое. Все и прям гимна. Ну что ж ты же бровочки покупаешь? Кошка. Кошка. Очень шикарные полосы, очень шикарные, очень шикарные. Ты хочешь посидеть на улице? Нет, я хочу внутри. Я, вы знаете, даже вам ничего не комментирую. Но вот что-то мне и не хочется комментировать, одно и то же вам рассказывать. В принципе, вы уже все знаете о площади, вы уже неоднократно слышали это все от меня. Просто вам показываю вот такую вот атмосферу, которая сейчас у нас тут в Венеции. Мы с Эленой ищем бар, где можно посидеть. Мы думали, посидим там в Нолинске, в этом отеле. Но все-таки идем в Даниэль. Потому что эти все бары даже здесь, на площади, в один мы хотели зайти в Квадри. А там очередь. Там красиво внутри. Ну так. Старовина тоже, но так хоть липо какая-то. Вот, ну, есть что-то вам показать хотелось, да? Вот. И все-таки мы решили в Даниэль зайти. На Линске там надо было ждать, пока откроется бар. До вечера. Надо ждать. Он закрыт на день. Там с обеда и до вечера они закрываются. И такое. Там, где я вам показывала, что люди сели, одна семья, то это ресторан. Надо было бы заказывать обед. Ну, уже обед. Время обеда как бы тоже закончилось. А мы пообедали в другом ресторане. А чтобы просто посидеть и показать вам покупки, которые мы сегодня сделали, то удобнее всего это, конечно, будет Даниэль. Элина там еще не была. Мы сейчас туда зайдем. Так, ну, Элина достала подарок, который... Ну, будем считать, что я его сделала, да? Конечно же я. Ну, конечно, это будет подарочек. Да? Спасибо, дорогая. Могу это озвучить? Можешь. Да. Элина выбрала такой цвет. Так, там вот есть и бежевый, и черный, и такой рыжего-оранжевый. Потому что это ее любимые цвета. Она любит светлые, черные и оранжевые. Еще желтый цвет твой, правда? Ты еще желтый любишь. Ну, носи на здоровье. Можешь нам открыть ее, показать, продемонстрировать, как она внутри сделана. Да, друзья, мы все-таки пришли в Даниэль. Я впервые вижу столько людей здесь в это время. Это в 5 часов вечера. Сейчас покажи нам сумочку внутри. Так? Только эта коллекция с такими вот засюжечками не подлежит никакой скидке. На некоторые они делают скидку. Нет, Эльна, не так. А поверни. Сейчас, сейчас, извините. Так? Розовые. Открывается. Угу. Ремешочки внутри. Ищет бедный ремешок. Но я думаю, ты его не будешь забрать. И, наверное, будешь носить, как дамскую. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Дай, пожалуйста. Очень объемная, красивая. Объемная, да. Хорошо все сделано. Большая она внутри, реально большая. Ты знаешь? Ну, давайте я приложу на фоне своей. Моя тоже шкарния, вы помните, да? Я уже вторую такую же купила. Закрой, закрой, пожалуйста. Уже размер было видно. Угу. Моя тоже вместительная, кстати. Вот они нам дали спритсы, значит, просека и с соком, гранатовым соком, да? Мелогранно. Угу. Вот, смотрите, моя сумочка. Спасибо. Чуточку выше твоя, да? Выше, но тоже еще более вместительная, да. И вот именно с такой, а, двойная ручечка, да, просто чтобы она не портилась. Двойная ручка. Вместе с этой вот металлой. Угу. И вот именно эта вот застежка, когда Вики храмию с этой застежечкой, никаких скидок не делают. Никогда. Ну, это больше, она застежка, она очень практичная. И, как говорится, секуретса, ну, как же будет на русском, ну, она очень... Она не будет с террасой, хорошо закрывается, не откроешь, никто тебя не откроет. Да, не будет. Но я думаю, что ты в общественном транспорте с этой сумочкой ездить не будешь, так как тебя Бруночка везде возит, ты принцесса сидишь в ту кастру. Да, ну, даже если пройти по магазинам, у меня щипачей очень плохо карманишь. Да. Поэтому это пай. Поэтому я венецу никогда не беру кошелек. Боюсь. Ну, как бы, уже научена. Спасибо, моя дорогая. Это такой экстаз. Получить такой подарок от любимой подружки. Она такая прямо... А-а-а, такое... А-а-а, моё, 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 да? Выпьем, пожалуйста, поэтому... Конечно. У нас сегодня целый день. Пьём за тебя. День рождения, да? Да, день рождения Эллины. День рождения было два дня назад, но, как обычно, у неё как-то на Новый год получается. С 31-го. Первого они все празднуют ночь. А со мной всегда 2-го, 3-го, да? Мы всегда встречаемся 2-го, 3-го. Да. Сегодня у нас 2-й января. До тебя, Рэй. Я тебе хочу сказать, что даже очень неплохо, даже очень полезно. Я снимаю тебя. Можешь рассказать, где ты пила с прицицилияна и с чем ты пила? С лимонным соком? На Сицилии. Подождите, секунду, на Сицилии с лимончелло. Да, но он сказал, что с гранатовым соком это как-то более по-зимому. А, да? Он так сказал. Ну, такой тяжелый, слушай, мне даже страшно держать за ножку. Правильно держать за ножку, вот так вот. Не вот так, как я вот люблю как бы держать. Ну, вкусненький. Вкусненький. Надо вот так, как ты, правильно держать, вот так, за ножку. Но он такой тяжелый. Так много льда. Тяжелый, но хороший. Как они быстренько послужить. Вообще-то, вот Даниэль ни на что не променяешь. Это все очень даже вот стоит того, чтобы сюда прийти, плюкнуть в эти креслица, посидеть в роскоши. Где бы мы еще такое стоим? Нет, обошли столько всего и все равно, да, пришли в Даниэль. Кстати, оливки мне такие, как в Истамбуле, вот такие вот оливки. Ну, тут нож такого турецкого. Ой, ты знаешь, это стоит какой-то роскоши, спокойствия. Она стоит того. Она стоит даже, как тебе сказать, ну, она стоит всего. Да. Вот люди говорят, мы не хотим по музеям, не водите нас по музеям, по церквям. Но вы хотите увидеть вуницианский стиль, да, вот этот барокко? Значит, идем сюда. Вот тут мы сделаем оперативчик и увидим, в принципе, все то, что нам интересно. Я сейчас выйду немножко, сниму еще раз тем подписчикам, которые со мной еще не бывали здесь. Вот такого столько народа я еще не видела, Даниэль. Вы же знаете, я тут часто бываю, в принципе. Все туристы, которые приезжают, в принципе, я со всеми здесь бываю, честно, да. Но я думала, поснимаю Эрину немножко, зал думала, будет более пустой. Сниму ее возле камина. Ну, вот странно, интересно и странно, что такое движение сегодня. Останавливаться мне здесь никогда не хотелось, потому что я была тут в комнатах. Полы вот так вот шатаются под ногами немножко, вот та старовина, так бы и реставрацию они не делали. На пантронах сидеть нельзя. Это, конечно, мне и нравится. А вот тут канал, тут подъезд, такси. Тут, наверное, люди ожидают такси и уже едут, наверное, в аэропорт, потому что с чемоданами. Вот, ой, на террасе здесь тоже побывала. Вот хорошо летом на террасе здесь посидеть, да. Номера хотела вам показать. Только что вот показали, какие здесь номера. Дела салюта. Кеза. Кеза это цейка. У Маура брата здесь была свадьба на террасе Даниэль. Забыли показать вам кроссовки. Кроссовки. Сейчас угадайте. Шударая. Все-таки почему-то выбрала именно такой цвет, как у меня. Flower Mountain. Да, это не потому, что они у меня такие. Она хотела вообще другого цвета, коричневые. Хотя они есть, 5 или 6 расцветок разных есть. Но все-таки примерил, посмотрел. Самые благородные и элегантные. Именно в этом. Именно в этом. И скидку мне не сделали. Меня взяли 219. А с Эллиной 210. Да? Она сказала, что в следующий раз я тебе уже сделаю побольше скидку. Это я пробегаю возле Марины Винальди. Хотела зайти, но мы что-то потеряли своё время. Уже поздно. Нету времени заходить, но хотела бы сделать обзор новой коллекции. Может, на днях забегу. Жёлтый, голубой. Салаты или фисташки, как это назвать. Сейчас посмотрим ещё на фурлу. Там аксмару мы проходим. Напоминаю, что не все двухметрового роста. Вот, Эллина, такого плана курточка. Бомпер. Такого плана. Только вся в пайетке. Если тебе нравится. Нравится? Да? Хорошо. Покажу тебе её. Ну да, только двухметровый рост. И тут штаны на всех длинные. Мне вот эти джоггеры. У меня и трикотажные джоггеры. И вот эта эко-кожа джоггеры. Мне очень удобно под кроссовки. Это я Элли не рассказываю, что палаццо в этом году что-то не хочу носить. То она обучает людей. 300 евро день стоит. Она платит, говорила, 200. Иногда зал стоит иногда 300, иногда 400. Рим, Флоренция, там разные цены. В зависимости какая гостиница. И пять человек только берёт. Говорит, что если люди с нашей местности, то обучаются легко, понимают, как это всё делать, эту красоту. А если итальянцы, я говорю, так тяжело с ними работать. Не доходит, говорит. Не доходит людям. Потом ещё, говорит, два-три месяца, вот звоночки, а как это делать, а как это делать. Но я видела её, работу её учеников, всё-таки видно, что другая рука. Туда уже нас лука поведёт, туда уже пройдёт. Завтра всё. А всё? Ну, кочерово.